Это Любовь Соболь. Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о росте зарплат россиян. Новости с подобным заголовком написали сегодня многие российские СМИ. Но что мы видим, если прочитать всю новость, а не только заголовок? Топилин говорит, что никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов, врачей, учителей, социальных и научных работников к средней по экономике в регионе. И что на сколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников. То есть повышение зарплат врачей и учителей вроде бы обещают, но когда и на сколько – непонятно. Потом министр говорит, что зарплата бюджетников, о которых не шла речь в указах, будет проиндексировано с 1 октября на 4,3%. На целых 4% с 1 октября. При том, что цены повышаются уже сейчас. Как известно, с 1 января в России вырос НДС с 18 до 20%. Этот налог входит в стоимость товаров, так что его увеличение приведет к росту цен. Уже выросли цены на бензин и на популярные смартфоны. Подобного стоит ожидать и в отношении цен на продукты. Многие продукты уже начали дорожать. Ну а зарплату бюджетников проиндексируют на 4% с 1 октября. И вот эту новость наши СМИ подают, как глава Минтруда рассказал о росте зарплат. Ну спасибо, подняли зарплату, так подняли. Кстати, это тот самый министр, который в октябре заявлял про беспрецедентный рост зарплат. Почувствовали, как стало лучше жить. А министр считает, что зарплаты растут, и об этом можно публично похвастаться, да еще и такими словами, как беспрецедентный рост зарплат. В классном мире живут наши министры, порадуемся за них. Еще в своем интервью Топилин рассказал, что в 2019 году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018. Минэкономразвитие говорит про 1,4%. Но глава Минтруда оптимистично прогнозирует, что рост будет несколько больше. То есть спор идет вокруг цифры в 1%. 1%. Интересно, а этот Топилин тоже назовет беспрецедентным ростом зарплат? Или в этот раз все-таки постесняется? А то может ему и 1% круто и повод похвастаться. Что бы наши министры не рассказывали, а зарплаты у многих людей в России очень низкие. И это после 18 лет путинской стабильности, с учетом того, что у России есть нефть, газ и другие полезные ископаемые, которые мы продаем за нефть и доллары. Прекрасно России будущего. Люди должны получать зарплаты, на которые можно жить, а не выживать. И власти должны думать, как реально сделать жизнь людей лучше, а не как красиво представить статистику или написать оптимистичную новость для СМИ. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуреев дал интервью ведомостям и назвал Россию более коррумпированной, чем можно ожидать. Сергей Гуреев – бывший ректор Российской экономической школы. Вот, например, он рядом с Бараком Обамой, когда президент США выступал с речью в РЭШ. Это 2009 год. Не так много времени прошло, а как будто в прошлой жизни. Просто представьте, чтобы сейчас президент США выступал с речью на выпускном в Российском университете. В 2013 году Гуреева допрашивали в связи с делом ЮКОСа. Гуреев вместе с группой экспертов принимал участие в общественной экспертизе второго дела ЮКОСа. После этого некоторых экспертов вызывали на допросы как свидетелей, а следствие проверяло, как финансировалась экспертиза и не финансировали ли ее бывшие акционеры ЮКОСа. Столкнувшись с уголовным преследованием, Гуреев уехал в Париж. В интервью он заявил, что не вернется, пока остается хотя бы незначительный шанс потерять свободу. А еще, что он не сделал ничего плохого и не хочет жить в страхе. В 2015 году СМИ писали, что дело экспертов закрыли. И даже лично Владимир Путин говорил, что претензий к Гурееву нет. Но было уже поздно. Гуреев уже уехал. Очень показательная история. О какой защите инвестиций или независимых судах вы можете говорить, если у вас один из ведущих экономистов страны вынужден уехать, потому что не хочет жить в страхе. В ноябре 2015 года Гуреев был назначен главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. В интервью ведомостям он выступает именно в этом статусе. И в этом интервью есть очень много интересного. В частности, Сергей Гуреев говорит, что за последние 15 лет в России ухудшилось качество госуправления. И Россия остается страной с низким качеством государственных институтов и высоким уровнем коррупции. Или вот Гуреев говорит, что российские компании стоят примерно как 6 их годовых прибылей. В других странах этот показатель 12, а в Америке 20-25. То есть в России огромная разница в цене компаний по сравнению с сопоставимыми экономиками. И это, конечно, отражается на развитии страны. Отдельная часть интервью посвящена пенсионной реформе. И ее Гуреев прямо называет не реформой, а конфискации нескольких сотен тысяч рублей у старших поколений. По мнению Гуреева, можно не повышать пенсионный возраст людям, которые выйдут на пенсию в ближайшие 10-15 лет. Но наши власти повышают. Видимо, им проще повысить пенсионный возраст, чем объяснять, а куда же пошли деньги? И почему Россия с ее нефтью и газом с трудом платит пенсии в 14 тысяч рублей? Ну и очень важная часть интервью, как мне кажется, ответ на вопрос, а что нужно делать с российской экономикой? Здесь Гуреев говорит, что нужны защита прав собственности, верховенство права, независимый суд и интеграция в глобальную экономику. И это вроде бы очевидные вещи. Уверена, что наши власти все это понимают, только не делают. Потому что в системе с верховенством права и независимым судом, например, министра, у которого дача на миллиарды рублей непонятно откуда, могут вдруг завести уголовное дело, а ему этого очень не хочется. Прекрасной России будущего, суд должен быть независимым и рассматривать дела по существу. А люди должны понимать, что если они невиновны, то смогут доказать свою правоту в суде. Тогда экономика будет лучше работать, и ведущие экономисты не будут уезжать за границу, опасаясь сфабрикованных уголовных дел. Миллиардер Геннадий Тимченко стал совладельцем винодельни усадьба Девноморская. Эта винодельня расположена в Краснодарском крае, недалеко от так называемого Дворца Путина. В 2010 году питерский бизнесмен Сергей Колесников, который был партнером друзей Путина, написал открытое письмо Дмитрию Медведеву. В нем Колесников рассказал о строительстве Дворца Путина за 1 миллиард долларов. По данным ведомостей, в письме Колесников утверждал, что для личного пользования премьер-министра России на побережье Черного моря строится комплекс для отдыха и возделывается виноградник. Стоимость проекта, судя по отчетам и сметам, как утверждал Колесников, 1 миллиард долларов. После этого письма Дмитрий Песков опроверг причастность Путина к дворцу. И все. Никакого официального расследования по поводу того, чей же это дворец и на какие деньги он строился, так и не началось. По крайней мере, нам об этом ничего не известно. Ну и, конечно, не могу не сказать про адресата письма. Во время своего президентства Дмитрий Медведев часто рассказывал про борьбу с коррупцией. Вот, например, говорил, что она должна стать неприличной. И кто-то даже в это верил. Сейчас, после выхода фильма «Он вам не Димон», все это воспринимается саркастической улыбкой. Письмо Медведева про дворец Путина. И он не начал расследование. Ну кто бы мог подумать. С тех пор СМИ еще не раз писали новости про дворец или территорию вокруг него. Например, о том, что напротив дворца Путина начнут разводить устриц. А теперь вот и очередь до смены собственника у винодельни дошла. И сама по себе эта новость не очень-то важная. Но сменился собственник и сменился. Но это повод еще раз вспомнить эту историю с дворцом. В прекрасной России будущего такие разоблачения не должны заканчиваться просто статьями в СМИ и обсуждением в соцсетях. Должно быть независимое следствие, которое сможет завести об этом дело. Не будет бояться даже подумать о таком. А сможет вести расследование и рассказать обществу о его результатах. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.